Всем привет! Это программа Точка Ру. С вами Юлия Черняева. О том, чем живет самарский и российский интернет, весело и интересно. Итак, сегодня в программе. Какие хэштеги попали в топ в Самаре и что скрывается за ними? В мобильной версии YouTube появился режим инкогнито, а в WhatsApp найден способ залезть в чужую переписку. NASA опубликовала видео полета через туманность Ориона, а вот клубника-мутант превратилась в кота. Все это и многое другое прямо сейчас. Самый главный хэштег, который должен быть знаком вам, дорогие зрители, это хэштег «Самара ГИС», по которому в любой социальной сети вы сможете найти фото и видео из жизни любимого телеканала. Хотите, чтобы я рассказала про вас в своей программе? Добавляйте его к своим записям, естественно, приличным и нерекламным. Ну а на минувшей неделе топовыми хэштегами по области стали «Старый Новый год», «Морозы в Самаре» и «Отдыхаем». Ну а мы с вами давайте отметимся на городских катках и посмотрим, что интересного выкладывали самарцы, рассекая лед. Каток на стадионе «Динамо». Достаточно хорошего качества лед, немножко припорошен снежком, поэтому не настолько он скользкий. Народ есть, но всем места хватает. 150 рублей вход. Но зато есть теплая раздевалка, где можно переодеться, выпить кофе, отдохнуть. Так что все желающие, приглашаю вас на каток покататься и зарядиться позитивом. Примечательно, что каток в парке Гагарина залит прямо среди аллей. То есть вот сейчас все отдыхающие катаются на коньках прямо по аллеям. Не в какой-то там выделенной коробке залит лед, а как раз вот на аллейках. Вечером здесь иллюминация и музыка. Очень душевно. Народу много. Солнышко сейчас немножко вот выглянуло. Краски зимы заиграли еще лучше. Краски зимы заиграли. Краски зимы заиграли. В мобильную версию YouTube внедрен режим инкогнито. Информацию об этом сообщили в корпорации Google. Отмечается, что все нововведения уже вступили в силу в новой версии обновления. Также в YouTube появится темная тема, которую уже сейчас можно установить на свой компьютер. Известно, что благодаря режиму инкогнито на смартфоне YouTube не будет запоминать запросы и историю ваших просмотров. В будущем и рекламу можно будет убрать свайпом, а не нажатием кнопки через 5 секунд. Немецкие специалисты в области криптографии обнаружили способ проникнуть в приватные групповые чаты мессенджера WhatsApp. Выяснилось, что любой пользователь, который имеет доступ к серверам приложений, может внедрять в приватные чаты новых участников и без одобрения администраторов. После добавления нового юзера он получает возможность читать все сообщения. Однако доступ к серверам могут получить только сотрудники компании, правительство и продвинутые хакеры. Но в принципе не все так страшно и легко поправимо. Ведь участники приватного чата получают сообщения о новых примкнувших и уже могут сами решить продолжать разговор в этом случае или нет. И сразу же могут его удалить. Но в любом случае будьте бдительны. Пользователи интернета поиздевались над традиционной кухней своих стран и превратили способы приготовления национальных блюд в мемы. Отмечается, что отличительные признаки каждой кухни составлены на основе стереотипов о той или иной национальности. Так, для того, чтобы приготовить традиционное английское блюдо, достаточно просто сварить и посолить, голландское – пожарить, австралийское – использовать гриль. В то же время попадают рецепты и посложнее. Например, для украинской кухни потребуется много чеснока, для филиппинской – соевый уксус, для славянской – трава из сада, для канадской – бекон, кленовый сироп и подливка. Американский рецепт – купите три банки и вывалите содержимое на сковородку. Поздравляю, все готово. А недавно Яндекс опубликовал самые популярные кулинарные запросы российских пользователей. По данным аналитиков, лидером оказалась курица. Каждую неделю поисковик отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Агентство НАСА опубликовало видео полета через туманность Ориона. Специалисты использовали данные со спутников «Хаббл» и «Спиттер». Они объединили полученные ими данные и добавили рисунку объемности, используя при этом голливудскую технику. Мне кажется, на это можно смотреть бесконечно. «Хаббл» и «Спиттер» В сети обратили внимание на фотографию необычной клубники. Запись собрала более 75 тысяч лайков, 40 тысяч ретвитов и привлекла пользователей, которые на перебой принялись восхищаться необычной клубникой и с помощью фотошопа превратили ее в различных животных. В ветке были опубликованы перевоплощения ягоды в кота и собаку, краба и единорога и даже какое-то непонятное существо. Многие поддержали автора снимка и опубликовали свои находки и среди них вот клубника, похожая на лайк. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютубе. Также ищите нас в телеграм. Напоминаю, что вы можете скачать наше новое мобильное приложение Самаргиз на свой телефон или планшет. Программа доступна уже для андроид. Для iOS выход в конце месяца. Смотрите нас онлайн в любое время, в любом месте. Не забывайте присылать свои интересные новости в наши группы. Всем лайк! Пока!